Новая жизнь. Беседа 582. Женщина создаёт семейную ищейку, и вдруг, спустя какое-то время, рождается сын или дочь, и жизнь меняется, меняется абсолютно. Всё, что было, это не то, что будет сейчас у женщины и у мужчины. Я хочу поговорить об этом явлении, что такое стать матерью, и как это действительно изменяет жизнь, и ставить на новое место. И, пожалуйста, отталет первого лица может представить, сказать, от имени всех молодых матерей. Интересно то, что, сколько я не готовила себя, и мне рассказывали, и говорили, ничего не может подготовить к такому процессу, к такому кардинальному изменению в жизни. И то, что я обнаружила, то, что все люди, у которых есть дети, проходят те же самые этапы, те же самые сомнения, проблемы, я стала спрашивать себя, что здесь происходит. И сегодня этот вопрос я хочу вам задать. Ощущение таково, что, как только я стала матерью, жизнь изменилась. Да, после родов, до родов это было ещё не так. Было, но не настолько. Если до этого у меня было немного свободы, я могла как-то обеспечить себе комфорт, то сейчас, когда я стала мамой, я вошла в процесс, на котором тоже есть оплённые этапы. Но это 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Полная преданность, в особенности первые несколько недель. Полная преданность тому, кого мы любим, но всё равно это непросто. И физически это непростой процесс. Есть большая сложность. Ящение таково, что какой-то конвейер, и задача однозначно сменяет другую, и кормление, и прививки, и каждый такой этап, очень и очень сложный. И нет возможности избежать, просто поезд едет вперёд. Мы знаем, что все это делают, все это проходят. Но к моей радостям есть возможность не принимать так, как само собой разумеющееся, а спросить вас об этом процессе, потому что здесь можно получить ответы. Это очень просто. Очень просто. Смотрите, у нас есть у всех одно тело, которое называется желание получить, желание наслаждаться, большое желание. Это материал всего творения. И это желание должно достигнуть уровня отдачи и любви. Из его состояния, где он находится в полной противоположности, ненависти, отторжения. Это большое желание разбито. На маленькие кусочки. Каждый кусочек заботится о себе. И как освободиться. Всё его развитие основано на поедании других. Взять как можно больше у других. Знания, комфорта, удобства. Мы всё устроены так, что мы постоянно хотим наполнить себя за счёт окружения. Окружение – это неживой мир, растения, животные и люди. Это наша природа. Цель творения – привести нас постепенно к изменению нашей природы. От ненависти к ближнему или к себе мы должны прийти к противоположности, чтобы мы ограничили себя до необходимых вещей, а всё, что мы способны, мы будем обеспечивать другим. И на пути, где мы исправляем себя. Мы не можем уйти от этого пути, но мы постоянно должны продвигаться именно к большей связи между собой, чтобы видеть эту связь как хорошую, плохую, но всё же прийти к состоянию, чтобы все мы были как один организм, с одним сердцем. Все товарищи, все любимые, все одно целое. Это кажется очень нереальным пока что в наш исторический период. Но перед нами есть ещё период развития, где нам придётся это сделать на себе. И даже в сознании мы должны ограничить каждый себя и всё, что можно делать на благо человечества. В процессе, который мы проходим, мы были в разных периодах, в разных отношениях. Когда-то мы жили как одно большое племя, одна большая семья. Мы обслуживали друг друга, как люди в кибуц, например. Когда мы были близки друг к другу. Даже если мы находились в каком-то городе, как в средние века, то у нас была стена, и мы чувствовали, что мы находимся в какой-то близости друг к другу, потому что есть масса разбойников и опасностей за стенами города. То есть у нас было взаимовключение на человеческом уровне. Для того, чтобы мы смогли отдавать другим и исправлять наши отношения к другим, есть много уровней связи. Когда мы получаем выгоду за счёт других, один делает обувь, а я портной, я шью одежду, и так далее. Идите и обогащайтесь друг на друге. Так природа дала нам шанс обслуживать друг друга. И мы вступаем в контакт и обслуживаем друг друга, хотим или нет. Хотя в конце мы должны прийти к состоянию, что мы сделаем это сознательно. Так нужно действительно поступать самостоятельно. Но то, что интересно, то, что природа приготовила особенное отношение между людьми, которые обязательно заботятся друг о друге, стремятся к друг другу, любят друг друга и проводят исправление. Природа даёт матери, то есть женщине, какому-то одному индивидууму, одному желанию, любить другое желание. Чувствовать, что это ребёнок, которого она рожает, он её, и она очень хочет его, и заботится о нём, и вся её жизнь принадлежит ему, и так далее. Природа это делает обязательно. Даёт матери, женщине такое желание, и она делает. И так мы исправляем себя, только исправляем несознательно. Я не строю в себе любовь к этому ближнему, к этому ребёнку, которого я породил, а мне это навязывают как бы. Есть люди, которые принимают людей снаружи, усыновляют детей, и также вырабатывают к ним такие ощущения. Но это часть общего исправления. Нужно смотреть на это существо, на ребёнка, как на душу, не как на тело. И тогда одна душа заботится о другой душе с преданностью и всё с необходимым, согласно командам природы. И так мы исправляем себя на необходимом уровне, на уровне неживой растительной животной в течение всей истории. И это входит в исправление. Да, ощущение такое, что нам меняют форму, как навязывают что-то. Я не хотела так, но я должна под ним вставать ночью, и даже если я устала, что-то действует во мне, я должна это сделать. Да. Этим мы тоже выполняем программы команды природы и исправления. Но это без свободного выбора. Не на уровне самого человека, который принимает такое решение. когда он заботится о другом, поверх своего эгоизма, поверх отторжения, различий. Здесь нет различий. Он родился у вас, поэтому вы относитесь к нему как части себя, и ещё более дорогой, чем к самой себе. Такова, так природа нам делает. Вот и всё. Вы можете радоваться тому, что, по крайней мере, вам дают несознательно, без вашего свободного выбора, заботиться о какой-то душе, исправлять её. Что такое исправлять? Поднимать его до уровня животного, не выразительно животный. До уровня говорящего вам придётся относиться к людям, которые вам не близки, даже вами ненавистны. Нужно будет вам изменить к ним отношения и заботиться о них, как вы заботитесь о своём младенце. Это есть полное исправление человека. Как это меняет мать женщину? Какое изменение в ней происходит? Только по отношению к ребёнку? К ребёнку она больше не думает ни о чём. Её не беспокоят другие дети. Её могут и не беспокоить при условии, что если её ребёнок находится под их влиянием. Но сейчас её жизнь настроена только на это. Больше ничего не существует. Только что происходит с ним. этот процесс можно использовать. Мы можем учиться, как нам нужно относиться к ближнему. К такой форме связи мы должны прийти. Каждый из каждой будет поступать по отношению к ближнему, как мать по отношению к ребёнку. Это и есть цель беседы. Немножко поднять сознание важность процесса, который все проходят. Я хотел спросить, почему это так тяжело? есть женщины, которые впадают в депрессию, есть нарушения гормональные, как будто есть... необходимо заботиться о ребёнке вызывает очень сложное чувство. Исчезает свобода, иногда теряются перспективы. вы современно развита образованная женщина. Учитесь у нас уже много лет. И со всем вашим багажом материальным и духовным понятно, что это тяжело. Когда-то это было легче, легче, потому что женщина была более развита физически, чем сегодня, потому что работали тяжело физически и рожали в молодом возрасте. В возрасте 15 лет, даже меньше. И они уже выходили замуж, рожали детей. вместе с бабушками, мамами и тётями. Это была большая семья, племя, род, и все принимали в этом участие. Хотя в ваших глазах это сын, но в глазах другой женщины, это внук или двоюродный брат и племянник. Все чувствовали себя причастны, поэтому давали ощущение уверенности. И делали много, помогали много дома, чтобы вам не нужно было так жило работать. Отдохните, чтобы у вас было больше молока и меньше нервничали. И Владимир чувствовал, что хотя он находится у мамы, и больше чувствует маму, но и бабушка, и тетя, они его брали к себе на руки. И так было легче. После двух, трех, четырех недель он уже начинал контактировать с другими маленькими детьми, которые немножко общались с ним, говорили, так он развивался более естественно. Как маленькие животные, это ускоряло развитие. А сегодня у нас есть с этим большие трудности, потому что каждый в своей квартире. если ваш муж идет на работу, то вы остаетесь одна. Трудность известна. Раньше это было легче, более человечество, ближе к животному уровню. Сегодня тяжелее. то есть это современное явление. Это современные помехи, мы платим за то, что мы современные, и это тоже входит в исправление. Что нам поможет пройти этот процесс более сознательно, чтобы не оставаться на этом уровне животным, а взять это переживание и усилить его. Но мы изучаем это из науки Каббала. Все, что называется Ибур, Иника, как существует тело, которое входит в состояние беременности, как оно связано с другими телами, как они приближаются к родам и сами роды, затем вскармливания, какое каренце между ребенком, который получает через поповину или через грудь, и так далее, и так далее. Мы изучаем все это в науке Каббала, это объясняется на сотнях страниц, каждый этап. возраст возраст 1-2-3 года, 6-9-20-70 лет. Итак, мы изучаем науки Каббала, каждой детали, потому что мы в нашей жизни должны взять пример с этого и быть как можно ближе к духовной природе, к духовной природе, чем к материальной. Поэтому очень интересно видеть, как наша жизнь неправильно устроена, потому что мы не чувствуем духовную природу. Надеюсь, что в ближайшее время мы начнем это создавать. И тогда мы сможем по-другому выстроить нашу жизнь, чтобы это было гораздо более правильно, без ошибок, чтобы мы видели наших детей, что они хорошо правильно развиваются и становятся венцом всего живущего. И самое тяжелое ощущение это отсутствие свободы. Как найти свободу в этом интенсивном процессе, требующей такой самоотдачи? Что такое свобода? Как мы изучаем науки Каббала в этой системе Аббе Вима, Саббе Весавта, все, что вокруг, ниже. Мы видим, что это невозможно в одиночку заботиться о ребенке. Требуется много родственников, близких, дальних, которые в этом бы участвовали. и каждый должен взять на себя часть нагрузки, которая не то, что я мать, это женщина, которая родила, я могу прийти туда на полчаса, раз в несколько дней, поиграть с внуком, но я обязан предлагать усилия и со стороны мужчины, отца, тоже его родители, и еще более далекие родственники. Братья, сестры с двух сторон, и быть, требуется быть здесь более связанными. Мы назвали это исправлением души каждого, поэтому не стоит от этого убегать. Если есть возможность вложиться в любовь к новорожденному, мне стоит в это вложиться, потому что я добавляю исправление своей души, которая обслуживает его душу. Что такое добавить исправление? Это означает, что я передвигаюсь к состоянию возле ближнего, как себя. Может быть, это не очень видно, потому что я заботился о своем дуэродном брате или внуке, или маленький братик, но иначе я не был связан с этим. Поэтому так природа меня к этому ведет. Я должен видеть, что это как часть исправления. Зачитую вы говорите, что природа действует в нас, это природный процесс, инстинкты, есть такое понятие «мать-природа», «мать-земля», как будто природа тоже своего рода мать. Да, мы находимся в закрытой системе. это сложная система, которая действует на нас, на уровне неживой, животно-растительно-человеческий. И весь процесс, который мы проходим, очень малую часть из него мы можем как-то почувствовать. мы проходим сознательно, очень малую часть. И так мы управляем природой. Почему называем природой? Мать. Мать, потому что как вы заботитесь о своем ребенке и хотите, чтобы он вырос и реализовал себя, так мы находимся под заботой общей системы, мы даже не отдаемся в этом отчет, как ваш младенец, не зная, что происходит вокруг него, откуда все это приходит, и что от него хотят, и кто он. И он инстинктивно кричит, плачет, Это естественная реакция. Это естественная инстинктивная реакция тела. Но мы тоже таковы. Мы не знаем, в какой системе мы находимся. Мы действительно находимся в бессознательном состоянии в этой системе, как младенец. Только младенец постепенно обретает сознание, у него есть какие-то реакции, и он идет вперед, а мы еще нет. Нам дана наука Кабыла, чтобы мы начали видеть действия природы, и как можно это отреагировать. Как правильно отреагировать? Потому что важно, как ребенок реагирует. Вы сейчас смотрите не на него, а на его реакцию тела. Но затем вы начнете понимать, почему он делает так или так. что ему мешает. Затем, спустя несколько лет у него появятся собственные цели, что он хочет именно так, немножко играть с мамой в своих интересах. И мы должны расти. Пока что природа заботится о нас, как о младенцах. Мы не способны понять, что от нас хотят. не способны выполнять то, что нужно. Мы находимся в состоянии запаздывания. уже давно мы должны были осознать язык природы, который направлен разными способами. И мы видим, что ваш ребенок получает от вас только хорошие отношения. А мы получаем от природы отношения не похожие на материнские. Потому что мать, которая называется природа, хочет воспитать нас в хорошую сторону. А мы не понимаем ее язык. Не понимаем отношения природы. мы не хотим признаваться в этом, осознавать это. Поэтому мы вступаем в конфликт с природой. Мы должны осознать, не хотим осознать мать. Осознать мать означает, что я прислушиваюсь, хочу узнать, какова связь моя с природой, как я должен реагировать, что нужно делать и так далее, и так далее. Природа порождающая, с природой породившей нас, мы находимся в плохих отношениях. Сейчас наше время заканчивается, я бы хотел, чтобы вы научили меня, как мужчину, что должен знать, когда моя жена становится матерью, какая центральная вещь, которая должен изучить моем отношении к ней, к ребенку или младенцу, что важно знать, когда я стал папой. Самое важное для тебя, что ты должен знать, ты должен помочь ей, всем, чем возможно, и чтобы она всегда была между тобой и ребенком. то, что она думает, что нужно сделать для ребенка, и ты способен, ты обязан сделать. Здесь нет любви или нет, а больше ответственности, я подчеркиваю, для мужчины. У мужчин есть отторжение и тяжесть, вдруг что-то мешает и не учены. Нет всей этой большой подготовки, которую прошла женщина за 9 месяцев в беременности, при самих родах. У мужчины нет, он далек от новорожденного, поэтому то, что нужно мужчине, ты просил только один совет, послушай то, что говорит тебе жена и делай. Спасибо большое, Райлайтман. И не забывай, что это также исправление души, в том числе. Да, мы еще поговорим об этом, у Талии есть еще много вопросов. Мы продолжим беседовать об этом. Спасибо, Таль, спасибо, Райлайтман, спасибо вам, что были с нами. Приходите, поговорим еще всего наилучшего, новая жизнь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова